Главным героем нашего сегодняшнего выпуска будет не растение, а человек, вся жизнь которого была связана с растением и посвящена садоводству, Ивану Владимировичу Мичурину. Вряд ли есть хотя бы один человек, увлекающийся садоводством, который бы не слышал это имя. Его фамилия стала уже нарицательной. Так называют не только ботаников и селекционеров, так называют пионеров и первооткрывателей во многих других областях, финансах, строительствах, животноводствах, наконец-таки. Но мало кто знает, что жизнь этого человека была удивительна и могла бы лечь в основу у романа или целого сценария фильма. Иван Владимирович впервые в истории плодоводства создал в средней полосе России зимостойкие сорта черешни, миндаля, винограда, папирусного табака, масличные розы. У него росли невиданные прежде в этих местах сливы. Плодоносил виноград. Причем даже в Крыму виноград на зиму укрывали, а на Тамбовщине у Мичурина лоза зимовала под открытым небом. Мичурин считал, что жирные черноземы, на которых выращиваются плодовые саженцы, создают слишком благоприятные условия, а это очень сильно тормозит развитие зимостойкости у растений. А вот если сажать на бедных почвах, то саженцы будут вынуждены бороться за жизнь и впоследствии станут отличаться отменной зимостойкостью. И он перенес свой питомник на бедные песчаные грунты. И это принесло свои плоды. Иван Владимирович довел до совершенства метод посредника. Методы предварительного вегетативного сближения и отпыления смешанной пыльцой. Разработал уникальную технологию, названную и метод Ментора. Удивительный человек с удивительной судьбой. Мичурину приписывают иногда почти магические способности. Современники вспоминали, что Иван Владимирович спокойно входил в любой двор. И огромные сторожевые псы не лаяли. Иван Владимирович знал множество трав, которые обладают лечебными свойствами. Готовил из них всевозможные мази и отвары. Исцелял мигретни, свинку, почечные колики, фурнкулез, сердечную недостаточность. Удалял, говорят, даже камни из почек. Говорят, Мичурин часами разговаривал с погибающими растениями. И оно возвращалось к жизни. Он обладал способностью влиять на рост растений и интуитивно из тысячи выбирал самое лучшее. Вопреки общему мнению, Мичурин получил всемирную известность еще до возникновения СССР. Еще в 1898 году всеканадский съезд фермеров, собравшийся после суровой зимы, констатировал, что многие старые сорта вишен, как европейского, так и американского происхождения, в Канаде вымерзли. За исключением плодородной Мичурины. Автором сорта, который был мало еще тогда известный, селекционер из Козлова. Знаменитый Франк Мэйер после посещения питомника Мичурина не только высоко отзывался о его работах, но предлагал перебраться в Америку, где его ожидало признание, деньги и слава. Однако Иван Владимирович отказался, сославшись на незнание языка и уже довольно почтенный возраст. Голландцы, знающие толк в цветах, предлагали Мичурину большие деньги за луковицы необычной лилии, которая выглядит как лилия, а пахнет как фиалка, с условием полной передачи им всех авторских прав. О достижениях Мичурина и его жизни можно говорить очень много. Веденные им в культуру яблони, груши, сливы и интересные сорта рябины популярны до сих пор. Найдите его книгу «Мичурин. Итоги 60-летней работы». Почитайте. Читая эту книгу, кажется, что Иван Владимирович описывает ситуацию в садоводстве не сто лет назад, а нынешнюю, сегодняшнюю ситуацию. Его советы, которые он дает, актуальны и сегодня. На этом все. Подписывайтесь на канал, приезжайте к нам в садовый центр. До скорых встреч!